мы потихонечку начинаем а сейчас подойдет еще одна наша спикерка и другая участница будет с нами по видео поскольку она находится сейчас в тайге откуда расскажет нам про свой дневник я хотел бы поблагодарить всех кто пришел сегодня поучаствовать нашем разговоре и библиотеку за приглашение поскольку мне кажется что дневник это очень важная тема и в последние годы она кажется особенно важной в свете тех перемен которые мы наблюдаем в интеллектуальной культуре эти перемены происходят на протяжении всего 20 века но как мне кажется каждый год к ним прибавляется по какому-то новому раскрывающему их поддерживающему их явлению в первую очередь хотелось бы сказать о том что вот эта общая тенденция ходи полина связанная с некоторым условным аффективным поворотом она проявляет себя очень разных дисциплинах в антропологии пересматривается роль наблюдателя мы видим как меняется роль автора в литературе и философии что возникает тенденция к вниманию к аутентичному персональному индивидуальному опыту пересматривается в гуманитарных науках само понятие объективности и субъективность в каких-то смыслах реабилитируется допустим в феминистской эпистемологии возникает критика так называемого патриархатного письма меняется облик автора и возникают тенденции к доколониальной логике к логике некоторого расколдовывания вот этого белого логоцентричного мифа и в свете всех этих событий интерес к индивидуальному к персональному аутентичному опыту он возникает в очень разных сферах и в журналистике и в психологии мы наблюдаем его в антропологии в разных других дисциплинах и сегодня я предлагаю нам всем пообеседовать на эту тему сегодня у нас спикеры очень условно разделены на два лагеря это лагерь теоретиков и лагерь практиков с нами сегодня присутствует андрей гасилин философ исследователь автобиографического метода сотрудник не он ран кандидат философских наук и кандидатская диссертация андрея была посвящена как раз автобиографическому методу у жанна поля сартр сегодня андрей расскажет нам про то как роль наблюдателя менялась в антропологии в каких отношениях она пребывала с самим понятием автобиографии далее из теоретиков с нами анастасия маклакова она религиовед исследовательница эзотеризма и редактор большой российской энциклопедии в разделе религиоведение и из практиков с нами сегодня полина музыка полина философ писательница и художница авторка канала ферш робин очень захватывающего в котором полина пишет про как свой жизненный опыт в стиле этого тезиса как мне кажется о том что личное это политическое и жене вуль жене телесно ориентированный терапевт сказка терапевт и она отправилась в довольно экстремально увлекательное путешествие на зимовку в тайгу о чем она ведет канал под названием смелость быть живым в телеграме и сегодня она тоже нам расскажет про свой канал мне хотелось бы также подчеркнуть что мне кажется очень важным фонат формат телеграм-канала в раскрытии нашей темы поскольку телеграм предполагает эту последовательную логику постов такую довольно ретроградную по отношению ко многим другим социальным медиа с которым мы сегодня имеем дело и в этом тоже есть какая-то своя логика надеюсь эту тему тоже сегодня затронем и на этом я передаю слово первому сегодняшнему спикеру это андрей андрей осветит такую довольно широкую теоретическую контекстуальную рамку нашей беседы и дальше мы перейдем к другим нашим спикером вот всем спасибо и еще раз здравствуйте хотел поблагодарить за то что меня пригласили вот замечательное место между прочим здесь первый раз как казалось во вторых хотел поблагодарить за презентацию единственное маленькое уточнение я занимался не автобиографическими а биографическим методом жанна поля сартера но в общем-то учитывая что жан-поль сартер известен в россии в первую очередь своей автобиографии слова туда действительно и автобиографические его исследования тоже очень внимательно затрагивал в двух словах о контексте моего интереса к теме автобиографии конечно это более-менее философский подход к этой теме то есть это вплетание автобиографии в контекст таких такого такого направления как генеалогия личности и генеалогия личности генеалогия субъективности в контексте практик описание себя к этим дисуа то что называет фуко это довольно широкий спектр практик в которые попадают и автобиография и мемуары и дневники и какие-то путевые заметки и чтобы задать рамку как попросила марыся я хотел бы первую очередь разделить эти жанры то есть все это жанры описание себя которые стали достаточно значительными в двадцатом веке первую очередь но стоит разделять их довольно строго по крайней мере в традиции которым я с которой я работаю они довольно четко разделены с одной стороны это автобиографические практике они более литературные и им противопоставляется в литературу ведение биографическая собственной практика то есть практика описание чужой жизни и предполагается что это делается более-менее в литературном ключе с одной стороны такое противопоставление с другой С другой стороны, автобиографии противопоставляются именно дневниковой практике. Они считаются менее литературными, более повседневными, но также попадают в поле внимания довольно крупных исследователей автобиографического жанра, таких, например, как Филипп Лежон. Я хотел бы обратить особое внимание на этого исследователя. Это французский исследователь проблем автобиографизма. Филипп Лежон известен целым рядом своих работ. К сожалению, на русском не приведенном, но, надеюсь, в иностранке вы сможете найти его работы. Это автобиографический пакт и автобиография во Франции. Или до сих пор какие-то электронные версии в сети есть, которые доступны для скачивания. Филипп Лежон довольно крупный специалист, интересующий нас сегодня вопрос. Он довольно строго разделяет автобиографию как литературную форму от дневников. И подчеркивает, что дневники довольно актуальный жанр для нашего времени. И сейчас они обретают новые подформы, так скажем. То есть, например, видеоблог – это тоже форма дневниковой практики. И с точки зрения исследователей проблем автобиографистов, это очень интересно, как меняется эта автобиографическая практика, как в том же самом формате видеоблога или какого-нибудь сетевого блога меняется отношение человека к самому себе и способы его конструирования собственной идентичности. Потому что для многих исследователей автобиографического жанра, особенно французских, совершенно очевидно, что автобиографический жанр предполагает некое конструирование. Конструирование себя, конструирование собственной личности. Я сейчас, наверное, не буду слишком сильно уходить в исторический экскурс. Сама-то эта традиция автобиографических записей, ее корни видят в далекой античности еще. У древних стоиков есть форма автобиографического письма, в дальнейшем Агустин с его исповедью, в дальнейшем Руссо, тоже исповедь. Все это различные формы автобиографизма, которые стоит как-то пунктиром отметить. Но современный автобиографизм характерен той проблемой, которую уже озвучивала Марысь. Это проблема смерти автора, пробега распадения этого биографического субъекта. И здесь я хотел бы сделать небольшую ремарку, повторяя то, на что обращает внимание Филипп Лежон. Обращаясь к творчеству такого известного французского философа, как Ролан Барт, и касаясь его концепции смерти автора, Лежон замечает довольно серьезную проблему, и даже не столько проблему, сколько противоречие, которое закрыто, зашито в самой концепции смерти автора, применительно к творчеству Ролана Барта. О том, что это за концепция, вы, наверное, знаете. Можно даже какую-то реплику подать, если кто-то знает о том, что такое смерть автора. Надо объяснять. Потому что я просто хотел бы понять, насколько эта концепция известна. В двух словах нужно? Ну окей. Хорошо. Дело в том, что Ролан Барт утверждает, что фактически текст в современной литературе утрачивает свое авторство, потому что классический автор, в том понимании, в котором он еще был актуален в XIX-начале XX века, в эпоху модерна, эта концепция теряет свой смысл. Почему? Потому что современный автор в первую очередь это текст, который читается. Это текст, обращенный к читателю. И классическая идея о том, что автор закладывает в текст некий смысл, который читатель раскрывает в дальнейшем, в творчестве Ролана Барта претерпевает пересмотр. Барт говорит о том, что в действительности читатель во многом совершает творческий акт и конструирует произведение во время его прочтения. И автор теряет монополию на производство смысла. То есть неправильно читать книгу с той точки зрения, что туда собирался заложить автор, что он закладывал туда. Нельзя воспринимать текст как то, откуда нужно доставать смысл. Современный читатель получает гораздо больше прав и сам является сотворцом этого текста. И каждый вновь прочитанный текст — это новый текст, который автором уже не контролируется. Таким образом, Барт говорит о том, что фактически автор превращается в такой условный конструкт, условное обозначение, которое маркирует некий ряд произведений, некий ряд текстов. Но это чисто условная маркировка. Она не означает, что этот текст автору принадлежит и что он имеет на него полную монополию. Этот текст, как только он вошел в пространство культуры, он принадлежит всем. Надеюсь, мысль Ролена Барта более нюансирована, сложнее. В таком приближенном смысле я его донес. Как мне кажется. Так вот, Филипп Лежон. Обращайте внимание, что эта мысль парадоксальна в действительности. Именно применительно к творчеству Ролана Барта. То есть, автор этой концепции. Потому что у Ролана Барта есть чудесное произведение как раз автографического характера. Это Ролан Барт о Ролане Барте. Где он производит реконструкцию уже своего собственного образа как автора, как писателя. То есть, парадокс заключается в том, что мощнейший автор, а действительно Ролан Барт это признанный вполне себе автор, состоявшийся, предлагает концепцию смерти автора. То есть, да, в этом самом предложении скрыто противоречие. Если еще обратиться к такому чудесному французскому социологу Бруно Латуру, можно сказать, что Ролан Барт продвигает свой продукт, используя свою марку, свое имя. Тем самым противоречие своей собственной концепции. Это только маленькая ремарка от Лежона. То есть, он ловит здесь Ролана Барта на некой, ну не то что нечестность интеллектуальная, нет, Ролан Барт абсолютно честен, но на неком эффекте отражения, на которое он сам не обращает внимания. И автобиографические исследования в целом наследуют вот этот парадокс. С одной стороны, в современной культуре совершенно право, Марысь, действительно идет отказ от классического образа автора, от того самого доминирующего, патриархального и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, сам отец, условно говоря, этой концепции, это крупнейший автор, утвердивший эту концепцию благодаря своему авторству. Здесь я хочу поставить точку запятой и обратиться еще, недолго занимая ваше внимание, к уже жанру дневниковых записей. Они гораздо ближе теме нашей лекции. Дневники – это отдельный жанр с точки зрения, в том числе литературы ведов, более сниженный условно, то есть не столь высокий жанр. Обычно дневники не проходят серьезные литературные переработки. Но здесь тоже скрыто много интересных нюансов, которые, на мой взгляд, требуют рассмотрения. Во-первых, дневники в XX веке стали абсолютно полноценным жанром для изучения культуры. Если еще в XVIII веке это был скорее придворный жанр, и изначально дневники, как известно, опять же, из французской литературической среды, они появились в конце XVIII века в качестве некой практики воспитания. И, кстати, в основном дневники вели именно молодые девушки и девочке. Было принято вести дневники в раннем возрасте гувернантки, или если девочка воспитывалась в пансионе, или если она воспитывалась представителями духовенства, им предлагали вести дневник для того, чтобы, с одной стороны, оттачивать литературное мастерство, которое пригодится им в дальнейшем светском общении, с другой стороны, чтобы иметь возможность корректировать их поступки. То есть это была практика, в первую очередь, корректировки, привития неких норм нравственности в XVIII веке. В дальнейшем многие из тех, кто к этой практике привык в юности, они развивали ее в более взрослом периоде, но большинство дневников, конечно, не публиковались, это было такое очень частное чтение. По-настоящему пик дневниковой культуры начался в конце XIX, начале XX века, целый ряд дневников был опубликован и вошел фактически в литературную такую среду и стал очень активно обсуждаться. В том числе, например, дневники Марии Башкерцевой, такой русско-украинской эмигрантки, которая, к сожалению, скончалась в возрасте 25 лет, но успела к тому времени написать около 109, по-моему, томов дневников. Собственно, этими дневниками она и прославилась. Очень рекомендую ознакомиться с этой персоной, с ее историей, и, кстати, дневники ее изданы, тоже рекомендую их почитать. Это, по мнению современников, в общем-то, и ее современников, современных исследователей, это один из ярчайших примеров дневниковой культуры, так скажем. В двух словах, это девушка, которая очень хотела прославиться, она была художницей, она была импрессионистской, и она систематически вела дневники, как она утверждает, с 12 лет, фиксируя все свои какие-то нюансы вот этого восхождения. Она была действительно талантливой девушкой, была знакома с крупнейшими писателями и художниками своего времени, была в переписке с Мопассаном. Прославиться она, к сожалению, не успела при жизни, но, в общем-то, прославилась после смерти, и во многом благодаря своим дневникам, которые стали, с одной стороны, предметом восхищения, или наоборот, там была полярная реакция на эти дневники, с одной стороны, восхищение, с другой стороны, возмущение, со стороны современников, с другой стороны, они стали очень интересным предметом изучения уже исследователей как раз дневниковой культуры и автобиографической культуры. Это одна фигура крупная, вторая, конечно, крупная фигура это Анна Франк. И, собственно, Филипп Лежон замечает, что Башкирцеву забыли после Второй мировой войны, потому что она была оттеснена фигурой Анны Франк. Вот эти трагические яркие дневники Анны Франк, они стали для многих символом Холокоста и угнетения евреев во Второй мировой. И символом самой жертвенности, символом несправедливого преследования и прочее, и прочее. Конечно, они затмили в этом отношении яркие, немного наивные дневники Марии. Вот даже этих двух примеров достаточно. Я сейчас не касаюсь дневников огромного количества писателей, Андрея Жида, того же самого Сартра. Огромное количество дневников в XX веке стали предметом внимательнейшего исследования. Я всего лишь сейчас взял канонические наиболее. Но помимо сугубо литературного интереса к дневникам существует еще этнологический интерес. Есть особый жанр дневников это дневники полевые, дневники антропологические. И я столкнулся с этим жанром сравнительно недавно, признаюсь, примерно два года назад. Я начал читать дневники Бронислава Малиновского, такого крупного антрополога, как раз родоначальника полевых исследований и метода включенного наблюдения. Знаете, вот опять же, если вам представится случай почитать дневники Малиновского, очень рекомендую это сделать, потому что на мой взгляд это просто очень интересные очтивы, и вы сможете увидеть, как ощущает себя ученый в этой достаточно странной, необычной ситуации, в которой он оказался. он пионер антропологии, до него было принято исследовать другие народы, скорее, сидя в библиотеке, или заниматься так называемой верандной антропологией, то есть, просто буквально смотреть бинокль со своей веранды, сидя в пробковом шлеме, и что-то записывать о том, что они там в этом бинокле видят, по поводу того, как себя ведут туземцы. И Бронислав Малиновский был одним из первых, кто, наконец, вышел к этим туземцам и начал с ними общаться. И опыт своего общения стал записывать системно. Вообще, эти дневники не предназначались для публикации. И когда они были опубликованы, они вызвали нацелящий скандал в сообществе, ну, в первую очередь, антропологов, в общем-то, потому что, когда они были опубликованы, это недавно совсем случилось, в общем-то, по-моему, даже начале 21 века только, оказалось, что Бронислав Малиновский, в общем-то, как сказать, некорректен и неэтичен с точки зрения современной антропологии. То есть, он, несмотря на то, что он приходит к этим самым туземцам, он выступает все равно как такой колониальный, классический антрополог. Ему неуютно с этими людьми, он несколько их, ну, в общем-то, видно из дневников, презирает. И это как раз отношение белого человека к вот таким вот несколько недоразвитым товарищем. Что меня поразило в этих дневниках, то, что он несколько дистанцируется от того, для чего он туда приехал, но при этом очень вдохновляется местной природой. Бронислава Малиновский оказывается в дневниках, вопреки тому образу, который он сложился в научных текстах, не столько антропологом, сколько великолепным пейзажистом. Его описание природы, там, закатов, восходов, каких-то бухт, они поражают своей точностью, наглядностью, ты просто видишь эти пейзажи, понимаешь, почему они восхищают этого человека. Вот это самые яркие моменты в его дневниках, это описание природы. И эти ярчайшие моменты перемежаются жалобами на бесконечные болезни и бессилия, приступы похоти, жалобы на бестолковых туземцев, которые все время врут, и с которыми невозможно взаимодействовать, и прочее, и прочее. То есть, вот это бесконечное перемежание каких-то негативных ощущений от своей работы, и вот этого восторга от пейзажей, в которых он пребывает, меня лично сильно задело, мне даже показалось, что Майновский мог бы быть хорошим travel-блогером, не знаю насчет антрополога, но он был родим из родоначальников жанра полевых дневников, задал фактически это направление, и сейчас многие полевые антропологи ведут дневники, для многих ведение дневников стало не просто привычной практикой, а необходимой деталью антропологического исследования. И уже закругляюсь, последнюю деталь, на которую я хотел обратить внимание, сейчас дневники переходят в новую, так скажем, стадию, вернее, уже перешли в новую стадию своего развития появилось огромное количество новых форм дневников активности, это действительно классические блоги, это видеоблоги, это и подкасты, многие ведут подкасты в жанре дневников, есть опубликованные дневники, есть дневники неопубликованные, скрытые, самих форм дневниковой культуры сейчас Сейчас появилось огромное количество самых разных, и они, в общем-то, ждут своих исследователей. Я думаю, я на этом прервусь, передам дальше слово. Спасибо большое, Андрей. Я забыла упомянуть о том, что мы предлагаем задавать вопросы, возникающие по мере выступления спикеров уже после того, как все спикеры выступят, чтобы нам было понятнее, сколько времени остается. У меня возникла такая мысль о том, что ведь Малиновский считается таким классическим с точки зрения традиционной антропологии, включенным наблюдателем. То есть он жил на протяжении долгого времени с этими людьми, учился чему-то у этого народа, пытался включаться в какие-то практики, существующие там. Но получается, что с точки зрения современной гуманитарной мысли включенное наблюдение как таковое, оно невозможно, потому что изначальные характеристики, изначальные какие-то установки, с которыми антрополог приходит в конкретное пространство социальное, они очень разные. И он не обладает тем, что называется так называемой эпистемологической привилегией, то есть вот этим довольно сырым, аутентичным опытом, довольно роковым и неизбежным, которым обладает носитель конкретной культуры. Вот я бы на самом деле сейчас этот вопрос подвесила и обсудила его уже после выступления, а сейчас передала бы слово Жене, которая с нами по видеосвязи находится, поскольку, на мой взгляд, ее дневник, посвященный жизни в Сибири, как раз такая попытка получения этой эпистемологической привилегии в виде очень яркого опыта сосуществования с новой природой, новым пространством, с новой культурой и так далее. Женя, слышишь нас? Да, я вас слышу. А меня слышно? Да, замечательно. Привет. Привет. Я сразу скажу, что это для меня очень странный опыт, потому что я сейчас не вижу зал вообще, я не знаю, сколько там людей, а еще я сижу дома, одна, около печки, и у меня ночь. Вот. И одновременно я нахожусь с вами, и это интересно. Я немножко поправлю свое представление, как ты меня представила. Я не являюсь телесно-ориентированным терапевтом, я сказкотерапевт и инструктор Mindfulness, то есть тренер в светской медитации. Вот. И путешественница. Я сейчас нахожусь в Тыве, в селе Туарахем. Это, наверное, последний такой пункт жилой перед тайгой. И я нахожусь в верховье Несея. В общем-то здесь все уже, садись на оленя, коня или какой-то другой транспорт, и вот тут же начинается тайга. Что я буду подглядывать в тетрадку. Я веду телеграм-канал «Смелость быть живым». И история, как я начала это делать, она такая случайная. Я собиралась ехать сюда и была уверена, то есть я так все подготовила, что как будто бы у меня не будет интернета. То есть я думала, что с ноября по май я буду вообще без сотовой связи и без интернета. И когда я попадаю в ситуацию ограниченности от входящей информации, я начинаю писать. Я начинаю писать каждый день, заметки, какие-то наброски эмоциональные. Всегда накапливается какое-то количество материала, которые я публикую потом, когда возвращаюсь. А тут получилось так, что у меня есть интернет. И сначала это меня шокировало. Я такая... Это не то, что я думала. А потом я начала вести телеграм-канал в реальном времени. То есть прямо со мной что-то происходит, и я по свежим следам, в тех эмоциях, в которых я нахожусь, начала писать это в канал. Это не совсем... Ну, для меня я не сильна в жанрах, но я бы сказала, это не совсем дневниковые записи, потому что, как я представляю дневниковые записи, когда пишешь вообще всё. Свои чувства, эмоции, ну, как такие страницы. Я это называю затратку унитаз. Ну, то есть, когда сливаешь своё эмоциональное напряжение. Всё-таки мой телеграм-канал — это не это. Он ограничен некоторыми рамками темы времени, потому что я это мыслю, как сбор материала для книги. А книгу мне хотелось бы написать такую, как мостик между людьми городскими, людьми образованными. Надо сказать, что я москвичкой закончила ГИТИС. Ну, то есть, вот, люди, которые... Я думаю, что там, в принципе, в аудитории собрались такие люди. Вот от этих людей в дичь, в глухую дичь, где я вот четыре месяца нахожусь в компании таёжных мужиков, таких без высшего образования, таких деревенских, которые очень много всего умеют руками. Но, не знаю, совсем другая кодировка, да? Совсем я это ощущаю, как если перейти с суши, например, в океан. Совсем другая среда. И этим текстом мне бы хотелось проложить мостик между одними и другими. И я это же делаю, как организатор путешествий. То есть, как человека из городской среды сводить в аутентичную дичь, чтобы это была не туристическая история, а именно погружение в такую дикую среду и, ну, в плане туризма ещё и вернуть обратно. Так, как я сюда попала? Я не думала, что я окажусь в тебе. Год назад меня нашла моя подписчица, которая является организатором проекта «Книга предков». Это этнографические путешествия в разные народы. Лера, создательница проекта, она этнограф. И она делает туристические туры, такие нетуристические, как она называет, в разные народности. И она предложила мне, как сказкотерапевту, поехать на Укок. А Булац, к которому я приехала сюда, он был проводником по земле. Он прекрасно договаривается с местными людьми о том, чтобы пройти этими дорогами, по которым турист пройти не может. И я очень давно хотела на Алтай снова. Семь лет я не могла вернуться на Алтай. И, конечно же, я согласилась. И мы не доехали до Укока. Там была такая, я бы это сказала, рядовая мистическая история о том, как Укок нас не пустил. Мы подошли уже к вот этой развилке между Аргутом и Укоком из Джозатора. И на Укоке начались дожди. А Лера была с, как это сказать, однолетним, годовалым ребёнком, который за свой первый год объездил в 23 страны, как-то так. И нас просто не пустили туда. И когда мы вернулись с Аргута, мы поняли, что там затопило, завьюжило, завалило снегом. Вообще бы мы оттуда не выбрались. И снаряжение у нас было не такое, чтобы там выжить. И, в общем, хорошо, что мы туда не поехали. И мы спутешествовали в Аргут. И тогда была неделя знакомства с Булатом. Он охотник, оленевод, кузнец, я бы ещё сказала, поэт и философ. Он мне сказал, давай, если хочешь, приезжай зимовать. Для меня это было безумной идеей. Я вернулась в Москву. Я собиралась поступать в ноябре на процессуальную терапию. Это обучение такое плотное, двухлетнее. Но это был зов. Вот прямо классический по пути героя. Когда я вернулась в Москву, я поняла, что это был зов. И моё сердце осталось где-то там, где костёр и шкура на земле. И я жила неделю в типе, ну, по типу индейского. Его ещё чум называют. Вот это вот коническое такое здание с костром внутри. И, ну, вот, я поняла, что я еду. Ну, потому что так, просто так, такие предложения не всем приходят, и не каждый год приходят. И мне было не очень важно, куда я еду. Я ехала к Булату. Это были разные точки возможные. Это зависело от оленей. Как говорят на севере оленей. Какие оленеводы его куда позовут на эту зиму. И так получилось, что Тува. Про Туву я ничего не знала. Потом уже, когда сюда приехала, узнала, что это самый криминальный район. И самый бедный район России. Но, ну, как бы, изнутри меня это не очень, этот социальный уровень касается. Какие темы я поднимаю, ну, вот, в этой книге, на этом канале. Сначала это была адаптация. То есть, как человек из города приехал в деревню. Я не деревенский житель, но у меня нет опыта. Жизнь деревня. У меня есть опыт жизни в походе, но это другое. Как я, как перестраивался организм. Как это было минус 30, минус 40, и всё вот это. Потом класс отношений. Как происходили конфликты и нестыковки двух культурных сред. Это городской, деревенской привычки, там, мои и местных жителей. Ещё один класс — это язык. Я здесь единственная носительница русского языка. Я живу в среде, где по-русски говорят только со мной. А вообще для всех людей, которые вокруг меня, русский язык является неродным языком, который они начинали учить в 4-6 лет, и между собой им не пользуются. То есть, ну, мне привычно, я жила за границей, мне привычно быть в среде, где я не понимаю, что говорят. Но, ну, я в России нахожусь вроде как, но нет. Я бы сказала, что туинцы, они ближе к монголам, чем к русским. Это потомки, особенно то место, где я нахожусь физически, это люди-потомки кочевников. Даже человек, у которого, в доме которого я живу, он в детстве вёл кочевой быт. Это вот когда прямо на конях, в юрте люди перемещаются по разным местам. Ну, и ещё мне интересно, как те телесные практики, которые здесь происходят. Ну, например, я каждый день колю дрова. Я не умела колоть дрова, пока я сюда не приехала. Как это меняет меня, как это меняет состояние, и то, как я действую, как я мыслю, разговариваю. Вот, про вот эту деталь с ведением в реальном времени, ведение канала, получение обратной связи. Там интересно, я бы сказала, читателя брать в сообщники. То есть, когда люди дают мне обратную связь, сразу же завязываются сквозь время диалоги. Например, на меня подписаны люди, у которых есть загруз опыта в детстве деревенского, и они ржут надо мной, как я адаптируюсь к этой реальности. А есть люди, которые вообще очень-очень городские и ужасаются каким-то реалием деревенским. И, ну, мне прикольно находиться вот в этом постоянном бурлении. Вот, наверное, я буду заканчивать. Я помню, Марыся спрашивала вот про, как опыт, такой вопрос интересный, как опыт письма влияет на, скажем, ну, на меня саму, да, на то, что происходит. Я заметила, делала два дня назад перепросмотр, у меня было интервью в ноябре, где я рассказывала про ожидания от поездки, еще не поехав. Я его пересматривала и поняла, что я очень опираюсь на визуализацию. То есть, как будто бы своими поступками я пишу воспоминания. Не знаю, насколько это понятно. То есть, как будто бы, описывая на канал, я уже смотрю из будущего в прошлое. И это, ну, точка прошлого — настоящий момент. И это интересно. Я буду продолжать, ну, наблюдать за этим. Наблюдать за тем, как мои ожидания от какого-то куска времени в будущее будут совпадать или не совпадать с тем, что происходит в разворачивании времени. Вот. Наверное, тут я и закончу. Женя, скажи, а в какой момент возникла идея написать книгу? То есть, ты же не изначально ехала с этой установкой, насколько я поняла, а она родилась уже в процессе? Она родилась почти сразу же, почти вот в самом начале, когда я получила отклик. Когда мне много людей стали говорить, что это очень интересно. И я начала писать заметки так, особенно вначале я их писала так, чтобы этот опыт мог перенять другой человек. То есть, чтобы тот, кто захотел пропутешествовать в дичь, мог бы что-то там для себя полезное взять. Либо человек, как мне дали фидбэк, я тут в кресле посижу и пропутешествую. То есть, чтобы это было описано так, чтобы человек в своих комфортных условиях мог совершить это путешествие. Вот. И, наверное, ну, я закончила театроведческий факультет. Я пять лет училась писать. И мне кажется, что где-то там для меня это был вызов, мечта, что-то невероятное о написать книгу. Почему бы нет? Вот. Теперь я чувствую, что могу. Спасибо. Важный нюанс. Поскольку Женя в несколько ином часовом поясе, предположительно, она отключится чуть раньше, чем у нас закончится мероприятие. И поэтому мы решили, что пару вопросов из зала можно задать ей сейчас в перерыве между докладами. Есть ли таковые у нас? Я просто хотела узнать название канала. Смелость быть живым. Всё, спасибо. У меня есть короткий вопрос. Он связан с тем, как накладывается твоя жизнь вот в этом пространстве, которое ты обозначила, как дичь, на твой рабочий ритм. Я же, насколько понимаю, ты продолжаешь вести какие-то онлайн-мероприятия, созвоны и планирования. И вот эти два совершенно разных пласта, они как-то схлёстываются. Что из этого рождается? Как ты это ощущаешь? Как это проживается? Из-за того, что я думала, что у меня не будет никакого онлайн, я закрыла все свои дела. То есть у меня был такой процесс по закрыванию. Много чего. Я собрала дом, который я снимала, вещи отправила в ячейку хранения, закрыла все рабочие процессы. А потом, когда поняла, что интернет-то есть, я по чуть-чуть стала не то, чтобы возвращать, я зашла в новый такой рабочий виток по проекту школы интегральной сказкотерапии. Мы сейчас делаем, запускаем несколько курсов. Я снова пошла куратором на поток и работаю со студентами. Также веду клиентские сессии. но это в таком режиме я готова в любой момент шмыгнуть туда, где нет интернета, потому что это для меня более важный опыт. То есть как только появляется возможность куда-то поехать или что-то сделать в этой реальности, вот, все, с кем я работаю, знают, что это приоритетнее. Вот. А так интернет отличный. Вот я по зуму с видеосвязью с телефона МТС. Потрясающе осознавать это, сидя здесь. Спасибо огромное. Надеюсь, ты с нами еще какое-то время побудешь. Может быть, еще застанутся какие-то вопросы у кого-то, они созреют. А я предлагаю перейти пока к следующему выступлению. Это выступление Анастасии Маклаковой. Настя расскажет нам про практику ведения магических дневников. Это тоже кажется мне чрезвычайно актуальным, потому что последние годы намечается какая-то реабилитация нетрадиционных форм рациональности, нетрадиционных форм взаимоотношения с реальностью. И в свете этих перемен кажется очень интересным узнать о том, как же подобный жанр, как магический дневник, рождался и развивался, и что он представляет собой сейчас. Собственно, я начну с того, что многие люди, практикующие магию, считают ведение дневника важной частью магической практики. Как регулярная практика, это стало позиционироваться в XX веке в этой среде. Ну и первые образцы этого жанра, которые близки к современным, тоже появились в то время. но я бы хотела сначала поговорить про более ранний текст, который, безусловно, очень сильно отличается от того, как это выглядит сейчас, но который оказал, безусловно, сильное влияние на формирование этого жанра. И речь идет о магическом дневнике Джона Ди. Эти записи велись с 1581 по 1587 год на регулярной основе, и некоторая их часть появилась в 1607 году. Это очень большой текст. Сколько он там занимает? Ну где-то 300 тысяч знаков, что ли. Ну, в общем, он очень большой. Ну, насколько мне известно, именно в это время, в раннее новое время, появились и первые европейские дневники в принципе. И сам Джон Ди вел два дневника. Один, это, собственно, вот этот магический дневник. И второй дневник, где он вел какие-то записи о своих делах и повседневной жизни. Впервые этот дневник, ну не полностью, а фрагментарно, был опубликован в 1659 году переводчиком Мэриком Козабоном. Он скептически относился к записям Ди. Он считал, что он беседует вовсе не с ангелами, злыми сущностями. И он это опубликовал, чтобы критиковать аналогичные практики у его современников-анабаптистов, например. Зачем вообще Ди вел эти дневники? Ну, для него, как и для многих его современников, ученых, которые совмещали занятия тем, что мы сейчас можем понимать, как занятия наукой, занятиями магией. Ну, в общем, это тоже была форма эксперимента, и для него эти дневники были формой научного протокола. Ну, вот скажу немного о содержательной стороне. Ну, во-первых, там описаны условия его экспериментов, ну, те ритуалы, которые он проводил. Ну, важно сказать, что сам Ди, да, он опосредованно участвовал в экспериментах, он фиксировал то, что происходит с его медиумом, ну, собственно, самым известным его медиумом был Эдвард Келли, который смотрел в «Магический кристалл», Ди задавал вопросы, а Келли уже на них отвечал. То есть, ну, в отличие от современных дневников такого рода, это не отчет о личном опыте. В дневниках описаны ну, сами диалоги с ангелами. Ну, какие там были основные темы. Ну, во-первых, Ди хотел хотел у ангелов получить информацию о так называемом адамическом языке. Ну, это, ну, грубо говоря, язык, ну, мифологический язык, который существовал до падения в Вилонской башне. Ну, это идеальный язык, который был дан Богом человечеству. Ну, затем, ну, Ди наводил справки об актуальной политической ситуации, о том, как она будет развиваться. Ну, и ангелы предвещали, что ну, в скором будущем наступит новая эпоха. А вот от этих дневников Ди ну, в современных дневниках сохранилось то, что то, что эта практика рассматривается как, ну, форма ну, наблюдения за ходом эксперимента. Ну, изменилось в первую очередь то, что там ну, намного более выражен личный элемент. Я думаю, что ну, первым образцом известным уже современных магических дневников являются записи Алистера Кроули, который также давал ну, довольно подробные рекомендации о том, как вести этот дневник, ну, о том, зачем это нужно. И ну, также известно, что он требовал от своих учеников вести эти дневники ну, и показывать эти записи. Интересно, что Кроули, описывая эту практику, он обращался очень очень часто к такому ну, медицинскому дискурсу. Вот, например, приведу цитату, ну, я не буду буквально цитировать, но он сравнивает практику ведения магического дневника с практикой ведения медицинских записей о состоянии больного. И, ну, главная задача этих записей показать ну, прогресс ну, исцеления от болезни. Ну, я думаю, на на этот жанр очень сильно повлияло ну, психологическая культура того времени. Ну, во-первых, сами эзотерики очень этим интересовались. Ну, и я напомню о том, что для эзотериков начала 20 века была очень важна ну, синтез, ну, идея синтеза науки и религии. Ну, и затем ну, ученые-психологи довольно часто публиковали именно дневниковые записи в академических изданиях. Ну, к примеру, записи об их экспериментах с какими-то психоделическими препаратами. Ну, и похожие записи, в общем, публиковались и в оккультной прессе того времени. Также я хочу сказать, что многие ну, многие известные оккультные сочинения того времени они содержали ну, фрагменты жанра дневника и какая-то художественная литература, связанная с оккультными темами, она тоже включала ну, элементы жанра дневника. Например, ну, «Ангел западного окна» Маренко ну, содержит такие элементы. Ну, в своей основе жанр магического дневника включает два элемента. Он должен содержать записи о том, в каких условиях ну, проводится практика, ну, и отчеты, собственно, об этой практике. Но интересно то, что в современном виде этот жанр ну, стал синтезироваться с очень многими другими жанрами. Ну, к примеру, это дневник сновидений. Ну, вот как пример такого синтеза я хочу привести веканские дневники, ну, я хочу привести в пример именно их, потому что ну, именно в Вике есть очень подробная рекомендация о том, как это делать. я думаю, многие слышали выражение книга теней, и я нашла информацию о том, что это выражение появилось в 41-м году, ну, когда была опубликована статья, где говорилось о некой санскритской рукописи, в которой было упомянуто, что можно предсказать будущее человека, ну, измеряя его тень, и название этого текста, ну, вот фигурировало это название, и ну, оно стало употребляться часто именно в веканской традиции. Собственно, вот эта книга теней, это ну, синтез личного дневника, и, ну, магического гримуара. И, ну, работа с таким дневником, она, ну, не ограничивается ведением записей. Ну, во-первых, сам вот этот дневник может быть магическим артефактом, и он, ну, от начала и до конца может создаваться самим практиком. Ну, например, может самостоятельно создаваться бумага. Ну, также элементом практики ведения дневника, ну, является его хранение. Ну, может специально обустраиваться место, где он будет храниться, может проводиться особый ритуал, ну, как ритуал посвящения, который, ну, делает, ну, этот объект именно магическим дневником. помимо записей о том, как проходят, ну, вот эти магические эксперименты, в таких текстах могут содержаться ну, какие-то, ну, заклинания, какие-то, ну, рецепты зелий. Также они могут включать элементы художественного творчества, и, ну, многие такие дневники ну, очень богато иллюстрированы. Я бы сказала, что эта практика пересекается с, ну, так называемой практикой скраббукинга, ну, это когда, когда, ну, не обязательно дневники, а, в принципе, какие-то личные записи. Открытки тоже. Ну, открытки, да, я не очень понимаю, что это такое, но это какая-то практика оформления личных записей, где могут использоваться иллюстрации, наклейки и тому подобные вещи. Ну, для этого даже могут продаваться специальные наборы. Ну, и некоторая противоположность вот такой формы дневника, который создается ну, самостоятельно, целиком и полностью. ну, являются дневники, ну, которые созданы уже в рамках ну, индустрии. Это, я бы сказала, что это такая интерактивная магическая книга. Ну, то есть, это, ну, готовые дневники, ну, которые можно купить, которые существуют в очень разных видах. В этих дневниках уже прописано, как можно вести магическую практику, и там уже даны некоторые шаблоны, которые позволяют как-то концептуализировать свой опыт. Ну, собственно, они, я бы сказала, уже похожи на такую анкету, которые, ну, позволяют человеку максимально просто как бы сделать это частью своей повседневной жизни. Ну, мне, я, к сожалению, не видела современных дневников, которые не были бы ориентированы на публикацию, ну, поэтому я как-то, ну, остановилась именно на формальной стороне. Ну, что еще можно сказать о современной форме магического дневника? Ну, мне попалась довольно интересная программа, я не знаю, ну, в каком виде это существует сейчас, это некоторое приложение, которое позволяет тому, кто его использует, ну, подогнать форму вот этого магического дневника под свои нужды, и он очень близок к, ну, вот этим дневникам середины XX века, ну, где-то все позиционируется как научный эксперимент, например, там есть, ну, графа времени, графа условий, и также, ну, эта программа позволяет делиться какими-то фрагментами своего опыта сообществом. К сожалению, это надо, ну, ставить на свой компьютер, это не в форме онлайн-дневника существует, поэтому я так и не поняла, ну, действительно, получилось ли это реализовать в таком виде. Ну, тем не менее, ну, есть сам факт того, что это попытались сделать, и я думаю, подобные попытки могут, ну, будут продолжаться, скорее всего. кого-то есть вопросы? Такой вопрос у всех магических общества прошлого века, они все были закрыты, информации практически никакой, нигде нет. Кое-что есть. Есть какие-то, а где вы чего брали, где вы брали информацию? Только не говорите, что в интернете, потому что в интернете, кроме одного блефа ничего нет по эризонтерике. Ну, смотрите, касаемо первой части, ну, дневники Кроули, они опубликованы, есть дезертация об этом, тексты Кроули, они также опубликованы, есть архивные материалы, а то, что касается современности, ну, я ориентировалась на современные опубликованные тексты, в которых дана какая-то информация о том, как можно это сделать, затем это опубликованные дневники, ну, готовые, которые предлагаются людям, практикующим магию, ну, чтобы как-то упростить их практику, ну, и затем это информация, которая дана на форумах, ну, где общаются люди, которые, ну, да, которые занимаются такими вещами, вот. Женя, вы еще тут, у меня просто появился вопрос, я хотела бы вас спросить, потому что только что вот, то, что Настя рассказывала, натолкнуло меня на такую мысль, а это ведь очень интересно, а вы могли бы быть в тайге и не записывать, то есть не вести дневник, то есть это могло бы играть совсем по-другому, другую роль, этот опыт, он бы мог быть как, ну, такая внутренняя прибыль в бытии, но при этом не было бы текста, то есть вы бы менялись, а текста бы не было, или текст это какая-то неотъемлемая важная часть этого путешествия и вашего личного становления в этом путешествии? Спасибо за вопрос. Этот текст мог бы быть неопубликованным, но не могло бы быть так, чтобы не было текста. Я была уже в путешествии в другом, когда я три месяца сидела на Меганоме осенью в палатке, и там не было интернета, там, чтобы выйти до сотовой связи, надо было подниматься на маяк через привал, ну, на перевал. И я в какой-то момент поняла, что я не могу не писать. И я писала, и потом публиковала уже там спустя четыре месяца. Спасибо, передаёт Василина. Настя, очень впечатляющий факт про то, что магический эксперимент мог описываться как медицинский, то есть что в такую, казалось бы, абсолютно непозитивистскую практику вплетается позитивистский дискурс. Выразительно. Я также бы предположила, что на этот формат могли повлиять протоколы, которые вели спиритуалисты, потому что они позиционировали свою деятельность как научный эксперимент, и когда вели эти протоколы, они стремились повторять форму научных протоколов один в один просто. И позже оккультисты тоже в какой-то мере позиционировали себя как учёные, которые проводят определённые эксперименты. Поэтому это скорее не исключение из правил, а норма того времени. Я бы сказала, что к настоящему времени это стало менее важным. А тогда для них было достаточно важным позиционировать это именно как эксперимент. Спасибо. Я думаю, приходим к выступлению Полины. Вот нам организаторы щедро разрешили немножко задержаться, поэтому у нас будет время на обсуждение между собой и с залом. Хотелось бы закольцевать ваше выступление с Андреем. Вот через какую мысль Андрей упомянул введение дневников подрастающими дамами, которые контролировались со стороны духовенства и воспитателей. То есть получается, что высказывание своих мыслей в дневниковой форме оно было не инструментом какой-то эмансипации в духе этого тезиса спевак о том, могут ли угнетённые говорить, то есть не освобождением, а наоборот инструментом такого интеллектуального духовного нравственного контроля. Вот это очень интересно. тогда как сегодня мы скорее рассматриваем это отстранение от монополии на высказывание, на то, чтобы что-то говорить и быть услышанным, как напротив некоторый инструмент освобождения от различных дисциплинарных рамок. Вот. И наша следующая спикерка расскажет про свой очень яркий насыщенный дневник. Передаю слово Полине. Да, спасибо большое. Всем привет. Я администрирую канал фэш-робен Полины музыки. Это мой дневник. Я чуть-чуть попозже расскажу, как он появился, просто сделаю небольшое введение, да, что дневники я веду с самого раннего детства. Это были письменные дневники, это были интернет-дневники, блоги, все что угодно, но всегда это был именно формат дневника, а не блога, хотя на самом деле это большой вопрос в том, где поставить границу. Вот. Я всегда описывала свой опыт, да, это всегда было очень интроспективное письмо. Изначально эта форма дневника в моей жизни появилась в ранних классах школы, когда я пыталась, мне было неинтересно учиться, я избегала скучных уроков, погружаясь в дневниковое письмо на уроках. Затем после школы в какой-то период смуты, депрессивной появился интернет-дневник, который был оформлен именно как дневник. То есть я поставила себе цель быть максимально искренней, и вот эта задача быть максимально искренней как бы красной нитью ведет по всей моей дневник практики. В конечном итоге появился вот этот Фэш Робан, телеграм-канал. Изначально он появился как благодаря моему запросу на утешение со стороны людей, незнакомых или знакомых или близких, потому что мы с моим мужем переходили к полиаморному формату, скажем так, брака, и мне было тяжело это все переживать, и я решила, что мне нужно как-то в письме жить по поводу этой ситуации, и через письмо максимально искренне честное добиться облегчения. Фэш Робан получается существует где-то с 2017 года, и вот так как-то меняется, видоизменяется, трансформируется и так далее. Но больше всего мне хотелось бы поговорить о моей книге, которая называется «Через гоби на двух цилиндрах». Это книга, которая появилась благодаря моей поездке в Монголию, поэтому я почувствовала много резонанса. Появилась она так, мы путешествовали небольшой компанией по Южной Гоби, по степям, по городам на «Газели смерти». Не буду вдаваться подробностей, что такое «Газели смерти», просто знайте, что это маршрутка, которая держится на жвачке. Естественно, в какой-то момент машина сломалась, мы где-то там застряли, бесконечно чинили машину, и там не было связи. Там не было связи, у меня не было телефона, потому что четко перед поездкой он сломался. И в какой-то момент я вспомнила о том, что когда-то один мой друг предложил мне написать совместную книгу, он уже опытный писатель. Я подумала, почему бы не начать прямо сейчас, и когда я это поняла, я сидела одна в газеле, все мои товарищи ушли гулять по горам, по природе, я осталась одна, у меня был планшет мужа, на котором я читала с Элина, и я решила, что да, пришло время активировать письмо, именно в ключе потенциальной книги. потом я вернулась из Монголии, началась учеба, я влюбилась, было много странных, сложных историй, и все они сопровождались вот именно этим полуавтоматическим письмом. Я говорю полуавтоматическим, да, автоматическое письмо, это то, что практиковали сюрреалисты в начале XX века, да, грубо говоря, это практика, в которой ты, ну, технически это выглядит как то, что ты садишься и пишешь все, что приходит тебе в голову. Это очень, грубо говоря. Вот. У меня было полуавтоматическое письмо, потому что у меня все равно в голове был какой-то нарратив, да, какой-то, какой-то набор тезисов, которые мне нужно было сформулировать в единый текст. В чем прикол всей этой истории? Прикол в том, что, и прикол моего блога, да, как я это вижу, это в том, что на протяжении вот всей этой дневниковой и книжной истории я ставила себе цель, как я уже говорила, быть максимально искренней. И в конечном итоге это привело меня к тому, что я начала как бы достигать предела этой искренности. Мне это было максимально интересно. то есть и книга, и блог, и какие-то мои посты в интернете, они все, ну, не все, конечно, но часть из них содержит очень аффективное описание самых-самых-самых жестких, теневых элементов жизни человека. это очень скрупулезное описание каких-то телесных штук, да, будь то там, поход в туалет или мытье трусов или какие-то такие вещи. И мне это было интересно, да, вот дойти до этого предела искренности, в том числе, потому что мне это помогало справиться, да, с гнетом вот этих теневых сторон на мою жизнь, это позволяло мне максимально освободиться и как бы принять себя в каких-то вещах, да, благодаря тому, что я себя принимаю в каких-то совершенно катастрофичных по мнению социума вещах. Вот. Ну и, естественно, есть элемент трансгрессии во всей этой истории, от этого никак не убежать. Да, то есть, грубо говоря, тезис таков, если я могу рассказать о самом тёмном, самом мерзком, самом противном, самом нелицеприятном в себе, то я могу быть максимально собой, да, везде и всегда. Вот. И, наверное, из авторов, которые очень сильно на меня повлияли в письме, в праксисе жизни, да, в праксисе письма, дневника и так далее, это Анаис Нин, это французская писательница и королева, наверное, дневникового жанра для меня, да, она не очень известна на самом деле, гораздо более известен её близкий друг и любовник Генри Миллер, король эротического письма, вот, Анаис Нин, как бы, у неё несколько томов, дневников, и всё это в некотором смысле такое эротическое письмо, то есть эротическое, искреннее, интроспективное письмо с очень большим, очень высоким градусом рефлексии, да, не только над эротической частью своей жизни, но и над все остальное, да, взаимоотношения с людьми, письмо в целом, там и так далее, но фокус сделан именно на эрот, вот, и всё, все дневники пронизаны очень сильным погружением в себя, да, потому что дневники можно вести по-разному, дневник можно вести как такое исследование себя, своих глубин, да, немножко такая какая-то психоаналитическая рамка задаётся, как это происходит у Анаис Нин, можно вести дневник как, не знаю, перечисление каких-то фактов, которые возникли например кругу, в течение дня, вот, да, и закончить мне хотелось бы некоторыми вопросами, да, такими полувопросами, полутезисами, потому что мне кажется очень важным размышлять над тем, что такое дневник, кому он обращён, у дневника есть такая, да, во-первых, дневник, как уже говорилось ранее, это не только текст, это и видео, и картинки, и у меня был опыт введения дневника иллюстрации, да, когда я рисовала что-то, у меня было опыт введения дневника фотографии, когда я вела пищевой дневник публичный, просто фотографировала всё, что я ела и выкладывала это, и поэтому дневник – это не всегда текст, дневник – это всегда текст в абстрактном смысле, не в плане набора букв, да, и в дневнике всегда есть, ну, какой-то, какая-то наррация, какой-то нарратив в нём есть, дневник всегда про демонстрацию, дневник никогда не пишется для себя, да, дневник – это то, это как и любой текст, он как бы содержит в себе триаду, да, это объект, сам текст, это читатель и это писатель, и даже когда дневник пишется под замок, да, и кладётся в сейф с планом сжечь его при смерти, это всё равно про демонстрацию, потому что даже когда ты перечитываешь дневник, ты всё равно смотришь на него как бы таким не только взглядом автора, но и взглядом читателя, вот, и, ну как бы, мне интересно было бы обсудить, если у нас будет время, вот именно этот элемент демонстрации, вот, всё, пожалуй, всё. Спасибо огромное, Полина, и то, что ты предложила вот эти несколько тезисов полузакрытых, полуоткрытых, возможно, наши спикеры как раз сейчас подключатся к обсуждению этого, и у вас есть какие-то предложения, расширения, комментарии, Андрей. Да, спасибо. Я бы, во-первых, делал небольшой комментарий по поводу автоматического письма, о котором вы упомянули, это практика, всё действительно сюрреалистическая, родоначальник её это Андрей Бретон, как известно, хотел сделать интересную ремарку, на мой взгляд, интересную, вы связываете эту практику с максимальной откровенностью и эмоциональной репрезентацией себя в письме, как я понял. Я не связываю их напрямую, я говорю о том, что как метод, да, как метод письма был взят, вот этот полуавтоматический метод, момент с искренностью и честностью и открытостью они находились где-то на периферии, то есть... То есть изначален метод, а уже поиск искренности... Да, 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 то есть не останавливаться как бы... Просто, что меня здесь даже не смутило, а просто обратило на себя внимание, у самого Бретона автоматическое письмо не предполагает субъективного выражения в принципе, то есть через автоматическое письмо говорит бессознательное, говорят фактически вот эти вот глубины чего-то, глубины «оно», для которых человек служит, по сути дела, ретранслятором. И по замечанию современников, сам Бретон был фантастически бесстрастен, автоматичен в своем самовыражении, он фактически стремился к идеалам человека-машины. То есть это с эмоциональностью и, кстати, с искренностью в человеческом понимании очень плохо коррелирует. Да, поэтому я говорю полуавтоматическое письмо. Кстати, мне кажется, важно сделать ремарку, что автоматическое письмо также существовало в каких-то практиках, связанных с эзотеризмом. Вот, возможно, Настя это вкратце прокомментирует. На самом деле, да, практика автоматического письма действительно использовалась спиритуалистами как форма коммуникации с духами, но на самом деле это намного более древняя практика, но она встречается в очень разных культурах, и это использовалось как форма общения с всевозможными подсторонними сущностями, например, оракулы тоже это практиковали. И уже потом это стало художественной практикой действительно. Я думаю, что сюрреалисты приняли это у спиритуалистов как раз. Они это стали делать насколько я помню, эта практика стала очень расхожей где-то в 80-е годы 19-го века. Если можно, еще одну ремарку уже относительно другого аспекта. Может быть, к манифестации это какое-то отношение не имеет. Опять же, в французской традиции изучения автобиографии принято расщеплять так скажем автобиографического субъекта на несколько его ипостасей, если так можно вердиться. Причем по поводу количества этих ипостасей и возможности их представления ведутся еще и споры различные. Разные исследователи говорят о том, что можно выделять разные эти ипостаси. О чем я говорю? О чем они говорят? В первую очередь о том, что субъект письма это в первую очередь тот, кто ставит свое имя на своей тетрадке. Это один человек. Другой субъект это тот, кого он хочет представить там. Кого он хочет изобразить вне зависимости от того, будут эти дневники опубликованы или не будут. Это как раз вопрос манифестации. То, что он хочет показать. Третье это то, что в действительности он показывает. То есть, как воспринимает читатель этого субъекта. И это может сильно не совпадать с тем, как он репрезентирует себя. При том, что здесь понятно еще и восприятие читателя зависит от культурного контекста. Дневники, например, если говорить о исповеди Руссо как о форме дневниковой записи, то они иначе воспринимались его современниками, нежели нами. Ладно, Руссо это зря. Я, наверное, вот Башкирцева, который я сегодня уже помянул, хороший пример здесь, ее современники воспринимали ее письмо как скандальное в первую очередь. И очень много было негативного, негативной оценки ее творчества как слишком выпячивающего, слишком противоречащего нормам христианской морали. Из нашей перспективы эти дневники читаются совершенно иначе. Это действительно интересный памятник в первую очередь такой вот эмансипированной вполне себе женской чувственности, которая вдруг себя обнаружила в письме. Очень утонченное в общем-то письме, очень сложном письме. То есть из нашей перспективы это скорее со знаком плюс дневники, нежели со знаком минус. то есть субъект еще и трансформируется в разном культурном контексте. Да, и он эволюционирует в зависимости от доминирующих культурных детерминантов. И этот момент тоже стоит учитывать. То есть на мой взгляд не стоит слишком зацикливаться на собственно репрезентации образа, это важная часть, но она слишком быстротечна, так скажем. Хотя ее тоже конечно стоит учитывать. Нужно понимать в каком узком субъективном контексте эти дневники создавались. Мне кажется, это вопрос выбора, на какую позицию мы встаем презентизм или конкурализм. Совершенно верно, На точку зрения надо изначально обозначить. Андрей, ты упомянул понятие перспективы. Мне вспомнилась такая важная для современной философии идея как перспективизм в антологическом повороте, в антропологии в том числе, которая предполагает вот эту нацеленность на то, чтобы довольно скрупулезно и внимательно отслеживать из какой точки зрения производится то или иное высказывание, тот или иной творческий жест, какое-то умозаключение, то есть какая идентичность, мерцающая ли, статичная ли, стоит за тем, с какого угла на конкретный какой-то объект или событие культуры мы смотрим. и вот то, что Полина говорила про перечитывание собственного дневника, оно как будто бы тоже с этой перспективизма коррелирует, то есть, когда мы перечитываем спустя какое-то время дневник, наша идентичность уже проста какими-то новыми оттенками и нюансами, которые нам позволяют смотреть совершенно по-другому. По поводу перспективизма, действительно, очень распространенная в современной антропологии, причем в разных и ветвых направления, современная антропология стремится к деколонизации своего дискурса и к уходу от такой в первую очередь европоцентричности, рациоцентричности и даже, в конце концов, антропоцентричности, то есть, современные исследователи пытаются говорить не только на языке магии, не только на языке древних народов, но даже на языке леопардов, не знаю, ягуаров, да, на языке ягуаров и пытаться понять, как видят другие сущности мира. В этом отношении дневниковые записи и культура дневниковых записей, конечно, дает, на мой взгляд, безграничные перспективы и здесь я бы, кстати, маленькую ремарку сделал к тому, о чем говорила Настя, об духовных дневниках или магических дневниках, как одной из разновидностей авто-психотерапевтического как бы опыта и, возможно, с элементами психоделии. В вполне классических писателей XX века, в том частности Жан-Поле Сартра, встречаются такие практики описания психоделического опыта. В современном представлении это называется трип-репорт, то есть подробнейшее описание ощущений человека, который попробовал наркотик. И у Сартра есть это описание, он принимал в 30-е годы мискалин под наблюдением своих знакомых врачей, тогда еще мискалин не был запрещен нигде, и подробнейшим образом описывал свои ощущения. Во многом мне кажется это коррелирует как раз вот этим духовным опытом, похожим на то, что исследовали мистики. И возвращаясь к перспективизму, современные формы дневниковых записей могут действительно фиксировать, в том числе и психоделический опыт, и вполне сознательно его фиксировать, но может быть даже и не прибегая иногда к психотелическим препаратам, а ограничиваясь какими-то например более софт практиками вроде холотропного дыхания или чего-то подобного, более легальным практиками. То есть это очень интересное направление на мой взгляд тоже ожидающее своих исследователей. Женя, может быть у тебя есть какие-то вопросы, ремарки, предложения к спикерам другим? Ну вопросов у меня нет. Я сижу почти в восторге, до сих пор не уснула, потому что очень включена в то, что говорят. Несколько мыслей таких просто откликнусь вот на Полину, то, что Полина говорила про то, что всегда есть читатель. Заметила, у меня у самой есть несколько, видимо, видов дневниковых записей, то есть есть публичные, а есть вот эти вот тетрадки, которые я специально содержу для того, чтобы прочитать их, например, через год. И буквально сегодня я читала такую тетрадку. И действительно это очень важный опыт, который я люблю делать перепросмотр, то есть возвращаться к переосмыслению прошедшего опыта за какой-то период времени. И эти записи как раз для этого использую. ну вот никогда не думала, что в этих, в этом случае, когда я написала и я читатель, что все равно есть вот это разделение, что я уже читатель, я уже не писатель этого, потому что я уже изменилась. Вот. Просто спасибо за эту мысль, это очень интересно. Я очень рада. Ну, и то, что еще было произнесено, я это называю на своем языке, откуда я говорю, это тоже интересный аспект, особенно написание блога и публичного канала, как я веду. Я тоже, например, в работе своей сказкотерапевта я часто работаю с разными субличностями, разными персонажами, то есть разные вообще состояния человека расщепляются на прямо персонажей со своим характером и внешним видом, и часто себя спрашиваю, а откуда написан тот или иной кусок текста, и тоже их можно разложить на персонажей, и некоторые становятся видимыми читателю, а некоторые остаются видимыми не только мне. Я очень рада, что ты об этом сказал, мне кажется, это безумно интересно, потому что это вот, мне кажется, та штука, с которой работали в 20 веке французы, да, разработка нулевой степени письма, когда, насколько я это понимаю, на самом деле, возможно, я понимаю совершенно неправильно, возможно, вы сможете как-то исправить меня или дополнить, да, это разработка письма, которое воспроизводится не из какой-то идентичности, да, субъективной, не из какого-то конкретного места, это абсолютно голое, прямое письмо, и эстетически оно выглядит как максимально простое, лаконичное письмо, да, как, например, посторонний у Камю, да, то есть даже люди, которые очень плохо знают французский, они с легкостью смогут прочесть этот текст в оригинале, потому что этот текст максимально лаконичен и максимально, ну, как бы, лаконичен до строгости и максимально прост, да, вот этой строгости, вот, это такой пример, наверное, вот этого нулевого письма, скажем так, вот, это очень интересный вопрос, вопрос, тема для меня, потому что я тоже много думаю о том, из какого места я говорю, и я понимаю, что это всегда набор каких-то идентичностей, которые сменяют одна другую, вот, и мне кажется, над этим тоже интересно подумать, поразмышлять, в том числе в рамках собственной практики дневника. еще была интересная мысль про то, что вот это, как я себя позиционирую, кого я хочу показать, а я, ну, точно транслирую определенного персонажа, в видеоблог, например, что это скоротечно, и это интересно, что в разных контекстах люди читают по-разному, и тут тоже обнаружила, ну, в общем, я это уношу с собой думать, что на самом деле я очень узко представляю того, кто меня читает, и что это может измениться, и из-за этого может измениться персонаж вот этого блога, да, вот. Кстати, вопрос к Жене и к Полине по поводу аудитории и общения с ней. Вот кто этот тот, которого ты, Женя сказала, что ты узко представляешь, и кто этот другой, к которому ты обращаешься, Полина, то есть, возможно, не до конца отрефлексирован или наоборот отрефлексирован образ вот этого усредненного читателя или желаемого читателя, или наоборот нежелаемого читателя, но при этом присутствуемого и учитываемого в тексте? Ну, лично у меня вопрос о том, кто мой читатель, возник только тогда, когда я начала продвигать свой блог, да, то есть, подключалась плоскость маркетинга, и, ну, в маркетинге есть, да, в СММ, в маркетинге есть понятие целевой аудитории, это необходимо понимать для того, чтобы продвигать свой блог, понимать, по каким каналам связи ты можешь это, ну, как бы транслировать, да, презентовать свой продукт, вот, моя целевая аудитория, она совершенно разная, в смысле, там совершенно разные люди в плане, там, возраста, пола, сферы деятельности и так далее, и для себя я обозначила это как, да, моя целевая аудитория, это люди, для которых в приоритете стоит свобода, эти люди могут заниматься чем угодно, и, может быть, сколько угодно лет, потому что меня читают и школьники, и люди 60+, и люди, и академики, как бы, и люди, которые не имеют к академии никакого отношения, и это люди, для которых приоритет свобода, это люди, которые лояльно и даже позитивно относятся к радикальным проявлениям свободы, это люди, для которых важно справиться как-то со своими комплексами, переживаниями и так далее, особенно в том, что касается телесности, вот, есть еще такое понятие, сейчас, наверное, не буду дальше набрасывать, мне нужно немножко подумать, вспомнить, есть еще такое понятие, как потенциальная аудитория, это тот подписчик, к которому ты хочешь прийти, и вот, кстати, вопрос к Жене, есть ли у тебя этот разрыв, целевая аудитория, которая тебя уже читает, потенциальная аудитория, которую ты хочешь выйти по каким-то причинам, по любым, я лично хочу выйти к потенциальной аудитории. В моем случае это люди, у которых чуть больше достаток, чем у целевой аудитории у меня сейчас, да, потому что я хочу продавать свой продукт. Вот. Всё. Ага, в интересную зону зашли. У меня читатели блога, те, кому я продаю консультации и путешествия, те, кто являются моими клиентами, или люди, есть ещё такая, я называю фан-база, которые смотрят, как я это делаю, которые не являются клиентами. Портрет аудитории, он у меня тоже разные сегменты есть. В основном сейчас, последний год, это люди, которые находятся в иммиграции, при том, что среди клиентов есть люди, люди, которые находятся в иммиграции семь лет, пять лет, год, люди, которые задаются вопросами адаптации и изменения своего, в общем, переходы, изменения своей идентичности, там, условно, жила в России, работала в найме, уехала за границу, родила ребёнка, кто я теперь, то есть это вот, ну, в основном, женщины. И темы, которые у меня звучат и в блоге, и в инстаграм, и в канале, это про быть живым, быть аутентичным, то есть, кто я, как я могу жить в свою жизнь, и для меня быть живым, это обратная сторона, быть замороженным, быть замершим, быть неспособствующим действовать, вот, и я думаю, что, ну, да, то есть это люди, которые способны путешествовать по миру, люди с определённым образованием, и я на самом деле слабо себе могу представить, как воспринимается то, что я пишу, людьми совсем другими, например, у меня только на этой неделе залетел впервые рилс, и ко мне пришли люди, которые умеют колоть дрова, в отличие от меня, я 4 месяца коллю дрова неправильным топором, и они мне начали об этом говорить, и я просто провалилась под плинтус, я не знаю, как с ними разговаривать, я начала очень честно спрашивать, почему вы мне это пишете, вот, ну, такое, про аудиторию, и про то, что непонятно на самом деле, как меня видят те, на кого я не рассчитываю. Андрей, а ты хочешь, может быть, прокомментировать реплику Полины про нулевую степень письма? Да, не только эту, я просто, я хотел еще дополнить то деление, которое уже вводил, на три типа, читать вот субъекта автографического письма, в данном случае дневникового письма, я уже говорил, что, да, это автор номинальной дневника, это то, кем он хочет себя показать, то, кем он показывает себя, еще есть четвертый в действительности уровень, для французской традиции, в особенности, это интересный, наиболее интересный уровень, это некий другой, который рождается в дневнике, то есть, это некая загадочная, в общем-то, фигура, которая, с одной стороны, не является тем, что автор о себе хотел сказать, автор находит себя в этой фигуре, с другой стороны, она не так социоориентирована, хотя, конечно, социальный оттенок здесь есть, и, может быть, именно это имеет отношение к нулевой степени письма, у меня, конечно, нулевая степень письма больше всего ассоциируется с новым романом и сару с попыткой фенологизации письма. Да, это чистый опыт, это чистое письмо, освобожденное максимально от субъективности, это чистое описание. Насколько мне известно, тот же Ролан Бар, который вводил этот термин, он близок как раз был к этой традиции, Юлия Крестева и те, кто взаимодействовал с этим новым романом. Вы привели в качестве примера постороннего Камю, он предтеча, очевидно, этой традиции, но все-таки субъективность там еще сохраняется, несмотря на лаконичную вот эту подачу, прозрачную, действительно очень красивую подачу на протяжении всего повествования, там есть момент взрыва в тюрьме, когда он как раз утверждает свою субъективность, противостоящую вот этой традиционной христианской субъективности, право выбирать даже бытие убийцей. Это, конечно, выход за рамки вот этого бартовского понимания нулевого письма, это возвращение в субъективность. Ну да, нулевая степень письма это обнаружение некого пространства, в котором по сути ты растворяешься, ты там уже перестаешь присутствовать. И в том числе да, растворяются и какие-то проблемы, связанные с переживанием действительности, чисто психологическим переживанием. Поэтому феномологическое письмо, да, оно вполне себе является этой степенью письма. Если в дневнике обнаруживается этот феномологический уровень, то с одной стороны автор может раствориться, с другой стороны он может обнаружить себя как что-то другое, как то, что начинает говорить его устами, так скажем. И это может быть интересное, ну, во-первых, интересный опыт, а во-вторых, это будет интересная трансформация самого человека, он просто выйдет совершенно в другой как бы тенс-восприятие. Я думаю, может быть, настало время перейти к вопросам из зала, если таковые имеются. Если можно, я задам короткий вопрос к последней реплике Андрея, как раз разве не всегда оказывается, что при письме обнаруживается этот другой? То есть разве возможна ситуация, когда он не обнаруживается? Спасибо. Вопрос хороший, но здесь нужно понимать, откуда мы смотрим. Если из некого безличного пространства, вы правы, да, действительно, он всегда обнаруживается. Но если с позиции, например, автора, далеко не всегда, это довольно продвинутый уровень. Чтобы увидеть в своем письме другого, нужно очень много работать с этим письмом. Поэтому для многих это большое открытие. Но так, в принципе, да, он действительно обнаруживает просто всегда. Мне кажется, нужно просто дистанцию определенно взрастить, разве нет? Конечно, это же усилие внутреннее. Или время. Да, не так просто. Да, у меня, наверное, вопрос к Полине и Жене. Мне очень интересно, как влияет непосредственно фидбэк на ведение такого дневника канала. Потому что когда дневник ведется в бумажном формате или, так сказать, для себя, то, собственно, и фидбэк ты можешь получить только сам от себя впоследствии, когда перечитываешь это все. Были ли какие-то случаи, когда, например, были какие-то негативные комментарии или какие-то негативные реакции? И влияет ли стиль, наверное, текста? Есть ли или были ли какие-то моменты, когда хотелось как-то чуть больше подстроиться под аудиторию? И влияло ли это как-то на вот этот такой личностный кризис в плане вот этой искренности, что с одной стороны ты пишешь для себя, а с другой стороны ты все равно так или иначе пытаешься угодить аудитории. Вот мне очень интересно, как бы насколько, какую роль играет вот этот вот прямо непосредственный и практически моментальный фидбэк. Я кратко скажу, что просто перестала писать о том, что хочу секса в своем канале, вот, и перестала постить в таком качестве нюц. но на самом деле мне кажется, ну, у меня лично нет просто какой-то такой установки осознанной, что теперь я об этом не пишу. То есть, возможно, это как-то откладывается, да, в подсознание, что какие, ну, в каких-то вещах лучше немножко срезать углы, вот, но в целом какого-то решения или какой-то драмы, какого-то драматического поворота лично у меня никогда не было. Отвечу. у меня тут двоится опыт, потому что есть Инстаграм, куда могут прийти совсем незнакомые люди, есть вот этот канал, который я мыслю как книгу, и если говорить про канал, то там есть два трека повествования, что-то, что я публикую, и что-то, что я оставляю в заметках, что пойдет в книгу, но я не публикую, потому что это, например, слишком уязвимо сейчас для меня, или, например, я не хочу, чтобы в реальном времени моя мама это читала, пусть мне нужна дистанция времени, чтобы это опубликовать, если говорить про Инстаграм, там бывают всякие комментарии, и так как я сама нахожусь уже пять лет в психотерапии, то когда ко мне что-то прилетает и задевает меня, а такое бывает, я себя спрашиваю, а что ж меня так разобрало, и начинаю это анализировать, а что делать с этим, там много вариантов, то есть можно остыть, найти какой-то подходящий ответ, можно просто отправить в бан, там уже опционно. Спасибо, все было очень интересно, у меня такой вопрос, каждый человек в жизни придерживается какой-то религии, эзотерических взглядов, кто каждый из вас чего-то придерживается, что является самым основным в жизни, там православие, ислам, буддизм, или какие-то эзотерические направленности, вот у каждого из вас что главное в жизни, по отдельности, спасибо. Ну, вообще, это довольно личный вопрос, на него не обязательно отвечать, то есть я думаю, что важно это обговорить, что это может быть по вашему желанию. Я могу сказать, для меня ближе всего буддизм. Для меня ближе всего христианство, без конкретного уплотнения в конфессии, просто христианство. Для меня тоже буддизм ближе всего, но сейчас я еще и с шаманизмом соприкасаюсь. Спасибо. Еще вопросы? Кстати, очень интересно, Жень, ты сказала про шаманизм, вот не так давно вышла книга Настасия Мартен «Верю каждому зверю». это автоэтнографическое как раз таки произведение французской исследовательницы в области антропологии, которая проводила полевые работы на Камчатке. И в ходе одной из этих работ она подверглась нападению медведя, которого еле спаслась в силу того, что у нее с собой был ледоруб. И она описывает вот этот фантастический опыт столкновения с абсолютно диким, с абсолютно другим, с абсолютно непонятным. И у нее достаточно нелинейное повествование в этом дневнике. Она, допустим, лежа в больнице после каких-то сложных перевязок вспоминает вот этот опыт столкновения, что ему предшествовало, какие люди ее окружали тоже из совершенно разных сфер. То есть это исследователи и французы, и какие-то русские камчедалы-селяне, какие-то охотники и какие-то французские врачи. И тут какое-то море идентичностей всплывает, все переплетаются между собой. Но особенно любопытно, что у нее в письме этого письма смешивается предмет исследования и ее собственная оптика, из которой она смотрит на то, что с ее телом собственно произошло, что произошло с ее идентичностью после этого нападения. Она исследовала анимизм, и она рассуждает об этой множественности душ, о возможности соприкосновения с каким-то внечеловеческим опытом, с какой-то субъективностью нечеловеческого характера. И здесь эта граница размывается. Спасибо за наводку я почитаю. Какие-то еще вопросы может быть? У меня наверное вопрос к самому понятию магический дневник, то есть он сам по себе обладает каким-то свойством магии, или маг это все-таки тот, кто его ведет, а сам дневник по себе и все эти записи, которые в нем содержатся, они не имеют этого магического элемента. Что в нем магического? Как мне показалось, это может восприниматься по-разному. Мне кажется, базовое представление о магическом дневнике все-таки состоит в том, что это то, что сопровождает магическую практику. это какой-то инструмент, это фиксация ее результатов. Но я упоминала эти веканские книги теней, и мне кажется, подобные дневники, если можно так сказать, они могут рассматриваться как магический артефакт, потому что отчасти это действительно дневник, отчасти это магическая книга, которая содержит заклинания, описания ритуалов, то, что может содержаться именно в магических книгах. С ней проводятся ритуалы, она как объект используется. затем в некоторых случаях существует практика сокрытия того, что записывается, могут использоваться шифры, затем может предписываться, не позволять тем, кто не является автором этих записей, с ними взаимодействовать. Но это не обязательно элемент, просто может существовать в некоторых случаях. То есть это довольно широкое понятие. Да, это довольно широкое понятие. Спасибо. У меня вопрос по поводу одного известного дневника Марка Варели размышления. Насколько известно, что он не предназначался для публикования. Он был исключительно личными заметками. И мне интересен такой момент. Дело в том, что я веду дневник, и у меня существует определенная повторяемость каких-то ситуаций. У Марка Варели допустим, ее редко встретишь. То есть все-таки это каким-то образом предназначалось для... Есть ли здесь какое-то противоречие? Может быть, он все-таки предназначался для публикования каким-то образом? Вот такой вопрос. Может кто-то ответить? Я не могу ответить прямо на вопрос, но мне кажется, я затронула, задала тот же вопрос, элемент демонстрации, который всегда сопровождает любое письмо, и если текст написан, значит, он автоматически для кого-то предназначается, даже пусть для самого себя читатель всегда будет, просто потому, что это написано. с точки зрения истории философии, действительно, размышления Марка Аврелия это одна из ранних форм дневниковых записей, насчет того, предназначались он для публикации или нет в действительности, учитывая, что Марк Аврелий у нас был императором, и так скажем, тексты, которые принадлежали персоне такого уровня, они в общем-то с большой вероятностью должны были быть опубликованы, если не было прямого запрета, я не слышал ничего про прямого запрета публикации его текстов. Меня заинтересовала ваша ремарка о повторяемости, что вы имеете ввиду? Когда в общем-то ведешь дневник личный, все равно возникают какие-то допустим стандартные ситуации, как у Марка Аврелия, допустим, он говорит о том, что поутру скажи себе, что встречусь с людьми неблагодарными, такими-таки. То есть он в общем-то один раз это делает в одном месте и больше потом не повторяет. Мне как человеку в общем-то обычному живому приходится с этой ситуацией сталкиваться неоднократно. Я полностью так же не повторяю слово в слово, но какие-то ситуации схожи возникают и мне приходится с этим с помощью нескольких каких-то в разных форматах повторений ситуацию это введение вника определено для меня имеет цель изменения поведения в лучшую определенную сторону. и как-то это вот это видимо повторяемость ситуации стандартных много допустим какие-то семейные профессиональные и вот ему так удалось разово четко вот это все а вот повторяемость вот это вот это я имею ввиду. Я понял спасибо на самом деле мне кажется это литературная иллюзия он действительно был неплохим знатоком литературы своего времени и самым неплохим литератором судя по тому что он оставил против тебя это просто результат литературной обработки то есть то что он сталкивался с теми же самыми жизненными ситуациями раз за разом как и вы я уверен в этом абсолютно но он просто вычистил свои дневники от этого они приобрели очень красивую я бы сказал идеальную литературную форму и вот это надо очень сильно учитывать когда вы читаете дневники собственно каких-то знаковых фигур они выглядят идеальными потому что они хорошо обработаны это не значит что в действительности человек абсолютно идеально там себя реализует отнюдь нет так что нет их можно использовать в качестве некого образца и в общем-то они для этого и предназначаются я думаю что цель во многом этого дневника не только в том чтобы самого себя дисциплинировать но и в том чтобы оставить некий ориентир нравственный эта часть напомню большой традиции этической стоической то есть и в рамках этой традиции тексты плодились и он привносил вклад в эту традицию вполне осознанно поэтому я думаю что здесь как бы надо учитывать эту как бы и педагогическую во многом функцию этого текста которую он туда закладывал конечно он был заинтересован в более такой чистой форме с литературной точки зрения чистой что ж я думаю что как ни прискорбно нам пора уже заканчивать наш разговор очень много каких-то развелось плодотворных веток и много всего еще не успели обсудить но время наше не безграничное спасибо огромное всем кто согласился сегодня эту тему обсудить поучаствовать сделали такие замечательные доклады очень интересно было отвечать на вопросы и дискуссия мне кажется вышла очень любопытно спасибо организаторам за такой уровень технической логистической и другой поддержки и логистической и логистической и логистической Продолжение следует...